Максимальное наказание понесут убийцы егеря Ерлана Нургалеева. Сегодня суд в Караганде вынес приговор семерым браконьерам. Трое из них проведут за решеткой остаток дней. Остальных также ждут длительные сроки и серьезные штрафы за ущерб, нанесенный природе. Илана Чаус подробнее. Таким охотинспектора Ерлана Нургалеева узнала вся страна. Чуть больше года назад после схватки с браконьерами он скончался в больнице. Сегодня приговор огласили для семерых подсудимых. Троих обвиняют в непосредственном убийстве егеря Нургалеева и покушении на убийство его коллеги Петра Ницека. Еще четверо проходят в деле по статье «Незаконная охота». Суд счел вину подсудимых полностью доказанной. По совокупности статей назначить подсудимым Береку Ахметову, Кайрату Акшанову и Нурлану Шукелдикову наказание в виде пожизненного лишения свободы и с отбыванием наказания в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Четверо браконьеров также были признаны виновными, осуждены на 6 лет колонии и взяты под стражу. Стоит отметить, никаких смягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Сроки наказания в приговоре полностью повторили обвинения прокуроров. Однако адвокаты осужденных уже заявили о том, что будут обжаловать приговор. Да, я понимаю, здесь имело место резонансный вид преступления. Его раздули. Где мы видим убийство? Не было состава убийства здесь. Это в данном случае должно быть квалифицировано по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан по части 3, как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшая. Однако защитники природы считают, что этот суровый приговор должен стать всем уроком. Тем более, что с начала года уже вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за браконьерство. Суд объективно подошел, просмотрел беспристрастно. Буду знать, что есть такая ответственность, что действительно, если человек допустил нарушение закона, в части охоты незаконной и применение насилия в отношении представителей власти, конечно, уже это будет останавливать его. Примечательно, что в ходе судебного разбирательства вдвое увеличился ущерб за браконьерство. К оценке были привлечены эксперты, и окончательная сумма за 17 убитых сайгаков составила 89 миллионов тенге. Еще 6,5 миллионов тенге компенсаций, морального и материального ущерба осужденные должны будут выплатить инспектору Ницику. Родственники же погибшего Нургалиева получат больше 26 миллионов тенге.